Здравствуйте Здравствуйте Начнем наш урок Я готова 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 Ты говоришь, еле раскрывая рот, еле живя губами, как будто у тебя во рту, просто какая-то каша. Она пошпелит, да? Какой кошмар! Мы с тобой будем учиться с тобой на три примера русской классики. Возьмем с тобой поговорку. Вот. Какой кошмар? Пыль, пополю летит. Она уже влетела. Но уже вся, что на зрительность. От того, что на копы, ты мог выделить. Ладно, это прекрасно, но на этом закончено, потому что я еще не рассказала тебе. От того, что на копы человеческого голоса способствует мне дать всю гармую чувств. Ты понимаешь, моя армия, всю гармую чувств и оттенков, тональности, речи. А главное, огуржие артиста, между прочим, это дикция. Дикция, мы с тобой будем плотно заниматься, оттачивать каждое слово, каждую букву. Ведь каждое слово и каждая буква должны быть отчетливо и слегка. Я еще не учила. Это хорошо. Ничего, мы будем заниматься, заниматься и заниматься, Мерлин. Понимаешь, ты ведь не понимаешь, что человек, человек интеллектуал. Ну, я не говорю, конечно, сейчас о тебе. Да, этот интеллектуал, он, понимаешь, Мерлин, может знать весь драматический материал, дышать со своим героем одним воздухом. И этот интеллектуал, между прочим, он не может рассказать всю гармую чувств и переживаний, не знания такого, такого козыря, не имея в своем арсенале, как ясность дикции. Понимаешь? От топа до копыт, пыль по мою летит. Прекрасно, Мерлин, замечательно. А ты про фурсетка, между прочим. Про фурсетка это не имеет никакого отношения к искусству. Никакого ты даже представиться не можешь нормально. Вот на приёре в театральном училище тебя бы обязательно попросили представиться за сцены. Да, это был бы просто первый шаг к искусству. Это был бы тест на то, сможешь ли ты вообще что-то сказать, произнести какое-то слово. Я ещё пока ничего не сказала! А то, пыль по-пыль... Значит так... Вот если бы тебя попросили представиться, вот это пыль по-пыль по-пыль, чтоб было! Как-как-как... Да я поболтуюсь, начинай не-не-не-не-много... Итак, тебя бы попросили представиться медленно, чтоб ты сказала... Ну и... Меня зовут Нормачин! То есть нет. То есть простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Да я так не могу выручить свое имя, потому что меня всю жизнь звали Норма Джин. А теперь я не Норма и не Джин. А теперь меня зовут... Мерлин. Мерлин. Тебе бы сказали. Мерлин, он урод. Спасибо. И до свидания. Между прочим, у нас в России говорят, нечего перед свиньями бисер летать, а я уже лечу перед тобой. Я лечу перед тобой весь свой бисер, и все бесполезно. Так что бы ты сказала, если бы тебя спросили девушка, которая хочет быть ярденькой, что бы ты сказала, Мерлин? Как тебя зовут, как твое имя? Мерлин. Ну? Мерлин. Мерлин. Ну, ну. А кто бы ты какой бы был популятив? Спасибо, дорогая. А теперь до свидания. То есть не до свидания. Обращай. И нам с вами, дорогая Мерлин. Наташа, ты что ли меня китаешь? Наташу на подпись, как брат душевного. Честидесячный, как брат с крупным товаром. Ты мой лучший. Да. Да я тебя бросаю. Бросаю. Если бы мы были в России, там бы я сама была звездой основского художественного театра. Но мы в Америке. Я должна зарабатывать деньги, Мерлин. Поэтому ты попросишь для меня прибавку к жертвению. Так. И скажешь, что ты ничтожество. Без меня ты вообще никто. И знаете, дорогая. То художественное театр тебе, как тот вы. Все. Все. И. И. АБЛОН. И. 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 Спасибо за просмотр! 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 Спасибо!